К сожалению, не все блогеры, даже будучи любимыми миллионной публикой, выдерживают жёсткий ритм Ютуба и, невзирая на мольбы остаться, покидают видеохостинг. Других авторов отойти от съёмки роликов заставляют внешние причины. Серьёзные и не очень. Однако, что в первом, что во втором случае, результат тут же. Обладатель одного или даже нескольких крупных... Аккаунтов. ...уходит. Не будем говорить о плохом. Поэтому сегодня мы посмотрим на творцов контента, которые не выдержали и вернулись на Ютуб ради своей аудитории. Ну или у них просто закончились бабки. Добро пожаловать на Телблог.нет, и прямо сейчас ты увидишь ТАЛП-10 эпичных возвращений ютуберов. Десятое место. Баггертакерс. У Боди была как раз уважительная причина отсутствия. Прошлым летом его канал нагло стыбзили и требовали лавэку за разбан. Там была целая эпопея, но если вкратце, то разводила. Терся в доверие к обладателю Ренова Вогана черного цвета 20 века. И под видом якобы другого хакера вымогал 50 кусков за возвращение аккаунта. Он реально его нахуй удалит, он обезбашенный. Он дебил, я его знаю. Если бы Баггерок не шел у взломщика на поводу, злоумышленник бы не получил доступ к компьютеру, а блогер бы не ждал возвращения канала месяц с лишним. Обычно вопросы восстановления решаются за 2-3 недели. Но ТАКЕРСу не фортануло. Прошло 3 недели, 4, и у подписчиков наверняка появились опасения, что канал у Богдана кранты. Но все же он вернулся на радость 200-тысячной аудитории и рассказал, как тосковал без Ютуба. Когда мне удалили канал, у меня был такой способ отвлечься от всей этой ситуации, а именно не бухать и так далее, а просто ездить как дебил на Шигуле, просто вот реально. Но сейчас все в порядке, камера за 38 косарей больше не простаивает, и пацан третит на своей пятерке, снимая контент на своем канале. Во время дрифта не надо пи***ть. Это все, что могу сказать, летит семерка нам пи***ть. Девятое место. Раша Павер. Его ход очутился в нашем топе топых поступков ютуберов за 2018 год. И на то есть причины, ведь Сигел сначала заявил, что в его семье случилось нечто, а что больше не позволяет заниматься блогингом. А уже спустя 5 дней запустил стрим. Здарова всем, братва. Скорее всего, это был продуманный ход, и таким образом Артур открестился от предыдущего образа. Бедлан Раша Павер ушел с ютуба, и это факт. Так что если вам станет легче от этого, то Раша Павер действительно ушел с ютуба. Видимо, Сигелу надоели постоянные баны на Твиче, вот он и решил перезапустить карьеру. Ну и ютуберский контент, соответственно, тоже стал более лайтовым. Теперь автор сдерживается. Дайте рассказать. Но главное, что камбэк в новом репертуаре заценили подписчики Раши Павера. Восьмое место. Фриз. Касательно его исчезновения двухлетней давности гуляли различные теории. Одни утверждали, мол, популярный Майнкрафтер крякнулся. Другие говорили, что Жеку забрали в армию. А третьи уверены, что он просто обленился, и ему впадло записывать видосы. Ушел Фриз по-английски, то есть без предупреждения, да еще и первого января. Спасибо всем за просмотр, с вами был Фриз, всем удачи и всем пока. Эпичным его возвращением является потому, что камбэк пришелся тоже на первое января. Влогер тупо залил ролик, как будто и не было этих двух лет, и обошелся без рассусоливаний, где был что делал. Просто начал играть в Майн как так и надо. Разумеется, не обошлось без фейлов, например, когда ломал сундук топором, а не алмазной зачарованной киркой из инвентаря. Я, честно говоря, не уверен, что у меня это получится, потому что я маленький, а будучи маленьким, что-либо сломать здесь реально очень сложно. Вон, посмотрите, как я стараюсь. Но у меня ничего не выходит. Но это мелочи, ведь для двухмиллионной аудитории подписчиков главное, что Фриз вернулся, и похоже. Женя больше не собирается исчезать, по крайней мере, и видосы на канале он загружает исправно. Седьмое место. Ларин. Было ожидаемо, что Димон рано или поздно ливнет. Он сильно изменился, начиная с его отношения к женщинам и татуировкам, и заканчивая чтением рэпа, который блогер свою бытность комикам, критикам и новаторам поливал дерьмо. Ларин просто вырос как личность, а два с половиной миллиона подписывались совершенно на другого человека. Кстати, публики уже на 350 тысяч меньше. Без малого год назад ККН выложил ролик с какими-то абсолютно бездарными шутками, отхватив фига о городе зов. Николай Соболев писает в раковину. Видимо, Диму это задело, и он решил забить болт на ютапчик, отправившись отдыхать на сказочное Бали, точнее в Таиланд. А после сконцентрировавшись на инстаграме и своем новом увлечении. Вот о нем Ларин и рассказал, когда вернулся на видеохостинг спустя полгода. Я решил открыть студию звукозаписи. А после он, видимо, решив повышать статистику, так и вовсе попытался выдавить из себя классический Ларин против. 800 тысяч просмотров как с куста. Но все равно это уже не тот едкий критик. Образ Егора в этом клипе и образ Егора в реальности, ну по крайней мере в интервью, там, в его твитах, совсем разный. Да и вряд ли Дима станет возвращаться к формату на постоянной основе, раз сам осуждает нечто подобное. Бессознательно ютуб насаждает кривляния, примитивные эмоции, культ роскоши. Тем интереснее будет посмотреть, что предложит вернувшийся Ларин, конечно, если он опять не уйдет с ютуба. В итоге я решил плюнуть просто огромным таким плевком на всю эту мою кладбищенскую затею и стал стремиться к своей стримерской, фиферской, ютубовской деятельности. После на месяц пообещав провести перезагрузку и намного чаще радовать подписчиков контентом. Видосик, который выходит раз в месяц, не устраивает ни вас, ни нас. Поэтому теперь видео будут выходить четко по расписанию. Выпускать ролик раз в 2-3 дня удалось только в течение полутора недель. Потом последовали 4 видоса за все лето и очередная пропажа. Как и предыдущая, тоже на месяц. Почему нет роликов? Потому что мы не можем взять себя в руки. И нормального объяснения-то нет. Нет. Реально нет. На самом деле объяснение было таковым. Носили камни по 300 килограмм и по 400 и даже больше. Вдвоем, втроем, в пятером, в десятером с помощью тракторов. Короче, это была жопа. Я там чуть себе спину не сорвал. В любом случае Баба Тумба с Кентом проработали там целый год. И на ютубчик, который тогда приносил достаточно денег, времени у них не оставалось. Видимо, в 2017 году со временем стало совсем туго. Поскольку тогда в четвертый раз фифер пропал на целый год. На самом деле причина всех уходов скрывалась именно в бабках, которые Джеффу не удавалось делать, как Моргенштерну. Делать деньги вот так. Вот поэтому приходилось то плиты на кладбище Таскайсто монетами для FIFA торговать. А вернуться спустя год Баба Тумбу заставили друзья и другие фиферы, в частности Панда FX. Блин, я не успел залететь на ютуб, он сразу же херачит, типа, свой этот информационный выпуск. Типа, ну, где он рассказывает, что вот он, я вернулся, у меня крутой фон. С тех пор прошло уже почти два года. Аудитория выросла на 150 тысяч зрителей и не похоже, что Джефф намерен покидать канал в пятый раз. Хотя, по правде говоря, прямо сейчас статистика не брещет. Да. Пятое место. Давидыч. Его возвращение вышло поистине эпичным. Правда, с отрицательным оттенком. Хотя сообщество ждало камбэка Эрика очень сильно. Ведь многие считали, что три года, проведенные им в СИЗО, это беспредел чистой воды. И выйдя на свободу, а заодно, вернувшись на ютуб, Давидыч примется рубить правду матку. Но получилось что-то не то. 2014. Я борюсь с коррупцией и буду бороться, пока бьется мое сердце. 2019. Давидыч для дам. Новые непонятные проекты Базар-вокзал, обо всем и ни о чем, когда народ ждал нечто революционное. Тут я даже стану на сторону Эрика, ведь сегодня он рот раскроет, а завтра на зоне будет. Тимати тоже тот еще красавчик. Он сначала, там, слышит, кто такой, давай, до свидания, историю запустил, а потом я смотрю, они с Киркоровым песню поют. Однако, что было потом, да уж, возвращение такого Давидыча не ожидал никто. Сначала тип собрался учить блогеров ему разуму, хотя перед этим сделал такой розыгрыш своего бумера, что выиграть его мог лишь клиент Тинькова. Вменяемых, невменяемых, хочу их собрать и пообщаться вообще с ним. Скажет, ребят, вы что вообще, ну-ка, собрались. А спустя пару месяцев по жесткачу наехал на Гордея за пародию на свой Х5. Реально хочется его нахуй перевернуть сейчас, сжечь, ну, и посмеяться, понимаешь, вот это будет пранк от Давидовича. Это уже не говоря о тех телегах, которые автоблогер задвигал на интервью у Дудя. Хотя попытки выполнить 1200 приседаний грех не вспомнить. Эти, извиняюсь, приседания были больше похожи на поклоны или попытки пьяного деда сесть на унитаз. Как можно было столько накосячить всего за полгода? И не скажешь ведь, что у человека в голове ничего нет, раз он не поддался на провокацию, чтобы снова не отправиться проперживать в канал. Быть может, все эти эпик фейлы после камбэка спланирована акция, чтобы возродить интерес к персоне Эрика. Как считаешь? Четвертое место. Моргенштерн. У Ананаса, как и у Баба Томбы, было несколько уходов и возвращений. Сначала он заявил, что якобы является проектом и левается Ютуба. Моргенштерн – это наш солейширный проект. Потом вернулся под предлогом, что Ананаса, как и Пальма, и как и Моргенштерна-блогера, больше нет. Ну, типа, сменил образ, как Цигил. Но вы же помните, чтобы чему-то научить, порой нужно поиграться с чувствами. Спустя пару месяцев уже намеревался вернуться, как ютубер. От себя хочу сказать, что в новом 2019 году буду радовать вас еще больше. Через месяц опять решил удалить канал. А через месяц опять заявил, что ему положить на этот видеохостинг. Деятельность на Ютубе больше не приносит мне никакого удовольствия. В общем, целая эпопея. И у Алишера есть чем объяснить такое поведение. Все это я получил, что я занимаюсь вообще какой-то детской херней. Полноценным выдалось возвращение после Гудбай-тура. Ведь прошлым летом, спустя без малого год мысленных терзаний, Моргенштерн наконец принялся пилить контент. Эта рампа уже прекраснее всех, которые когда-либо стояли в Уфе. Это я вам точно говорю. Клипов стало больше, видосов тоже. Уже, кстати, 20 штук за полгода. По-моему, нормальное возвращение. Алишер снова в деле. Третье место. Мирби. Еще в позапрошлом году аниматор говорил, что постарается больше не пропадать. Все раз извиняюсь и обещаю, что на месяц я больше не пропаду. В каком-то смысле Мирби сдержал слово. Он пропал не на месяц, а сразу на год. Но окей, без 5 дней. Остается лишь надеяться на то, что я не пропаду еще на целый год, а попытаюсь выпускать чаще. В течение целого года подписчики жили в полнейшем неведении. Да и сам автор тоже не смог внятно объяснить, почему он решил уйти на пике славы. Что же проблема? Почему просто не выпускать ролики? Я сам этого не знаю! Я сам! Однако осенью Мирби таки вернулся, залив уже несколько роликов на основной канал и еще с десяток коротких анимашек на полумиллионную запаску. Но ведь зрители ждали от ютубера чуть ли не кино, а получили рядовой контент. Просто хотел, чтобы вы занизили ожидания и ждали от меня обычный ролик. Это не то, чтобы плохо, но малеха странно после года отсутствия. И небольшие просмотры по сравнению с видосами, которые выходили год-полтора назад, подтверждение тому, что публика немного разочаровалась. Понятно, что ожидания людей это проблемы самих людей, однако Мирби тоже мог предположить, что в случае дефолтного возвращения показатели уже не будут такими, как прежде. Так что я не понимаю, почему наши подписчики поставили камбэк аниматора так высоко. Наверное, просто рады его возвращению. Другое дело... Второе место. Мамикс. Другие люди не поймут, куда я пропал на то время, пока я не буду выкладывать видеоролики 2.0. Поэтому, чтобы не пропустить ничего интересного, подписывайтесь на канал Every Day. И действительно, кто-то даже успел назвать Максима новым Ивангаем, предположив, что он тупо решил уйти, попутно скрыв все видосы. Да, экспериментатор пропал не на полтора месяца, как обещал изначально, а на два с половиной. Но на ютубера и его команду не напал преступление. Они, наоборот, пыхтели еще сильнее, когда взялись за контент совершенно другого уровня. Триумфальное возвращение состоялось 31 декабря, можно сказать, подарок подписчикам под елку. Продакшн изменился кардинально. Тот не просто появился сценарий с сюжетными поворотами и диалогами, но и картинка стала по-настоящему киношной. 40 дней работы над роликом как-никак. Пока что все получается очень здорово. Поэтому, я думаю, задумка, которая планировалась, она получится. То есть снимать, ну, можно сказать, как бы короткометражный фильм, если это так можно назвать. Миллион лайков, лучшее подтверждение, что подписчикам зашло. Другой вопрос, а следует ли париться настолько? Ведь то, что мамик сделал раньше, никак не назовешь халтурой. А ради фонтанов и сколы снимать фильм, пускай и в мини-формате, ну не знаю. Мне лично кажется, это чересчур. Во-первых, сложно, во-вторых, избыточно. Ты как считаешь? И первое место. Ивангай. Молва о том, что господин Руцкость не зайдет с небес, с Америки, ну или где он там гантовался все это время, прошла по миру еще прошлой осенью, когда блогер сам принялся писать комменты под видосами других ютуберов. А вчера канал Ивангай ожил, и от его имени начали появляться комментарии под разными видео на ютубе. Вот коммент под видео на канале Романа Фельченкова. Совсем жарко стало, когда Кашин то ли пошутил, то ли намекнул, что взял интервью у Ивангая. Короче, стало ясно, что Ваня не забирается бить рекорды по отсутствию на ютубе. На сей раз он действительно пропал только на год. Руцкой, как и Мамикс, прямиком под новогоднюю елку вывалил контентик. Только в отличие от того же Максима, контент совершенно другого плана. Три трека в рамках одного EP. И очень похоже, что прежнего Ивангая со смешняшечками больше нет. Да и Ивангая как такового больше нет. Есть... Под псевдонимом Ауэн. И есть новый музыкальный канал с таким же названием. Ссылки в описании. И увидимся там в новом десятилетии. Это одновременно и грустно и прикольно, что вот так вот на глазах миллионов человек Ивангай прошел путь от сопливого Майнкрафтера до творческой личности, нашедшей себя в музыке. Туповое возвращение, ознаменовавшее серьезный прогресс в Ваниной новой эпохе. Что ж, надеемся, что дальше будет только больше, а не как в прошлый раз. Уверен, на это надеются и подписчики нашего паблика ВКонтакте, добрая половина которых сочла возвращение кумира детства наиболее эпичным. Ты согласен с таким расположением места или считаешь, что у кого-то выдался более крутой камбэк? Пишай в этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВК, ведь там мы постоянно общаемся. Проводим подобное голосование и орем над угарными мямщиками.